Упс, недоразумение вышло. Арнольд, только не пугайся, но ты похоронен заживо. Прям как Родриго Кортес. Да не ори ты. Крик усиливает панику. Сердцебиение — соответственное количество используемого воздуха. А кислорода в гробу у тебя максимум на два часа. Арнольд, телефон! Ты всего лишь на два метра в глубину. Ура! Есть одна полоска сети. Звони близким, они спасут тебя. Но это не точно. Ведь для них ты умер. И они скорее примут твой звонок за чей-то глупый розыгрыш. Попробуй зайти в интернет. Твою публикацию точно увидят. Ну, только после того, как лайкнут кота в смешном костюмчике, новый пост Орианны Гранде и картошку забавной формы. Придумал! Посты с геометкой привлекают на 79% больше активности. А пост о том, что здесь найдена нефть, 100% привлечет Дональда Трампа. В критических ситуациях у человека просыпается животный инстинкт. Но я рассчитывал, что он проснется у тебя. Арнольд, при недостатке кислорода люди часто видят галлюцинации. Может, загуглим, что делать? Не забивай гвоздь на своей жизни, будто это крышка гроба. Выйди из зоны комфорта. Никак. О, убить Билла-2. Делай как Ума Турман. Тебе нужно проделать дырку в крышке. Будь сильный духом. Собери всю свою злость, как Наруто. И сильно ударился. Тебе по-любому нужно пробить крышку. Посмотри, что у тебя есть в карманах. Фу, Арнольд, что это? Да я тебя умоляю, они тебе даже вне гроба не понадобятся. О, подойдет. Рвись, бей. Будто ты убегаешь от фашистов или от ноющих песен Билли Айлиш. О, у тебя вышло. А теперь ты должен утрамбовать всю землю в гроб, чтобы расчистить себе путь. Ты должен поднять рубашку так, чтобы ее можно было завязать над головой. Это для того, чтобы ты не задохнулся из-за земли, которая будет сыпаться тебе на голову. Арнольд! Очнись! Опять галлюцинации. Проще всего человеку будет выбраться из глубины, которая равна или меньше ее роста. Готов? Полезай! За прошлое погребение Арни научился главному правилу. Дышать стоит спокойно и глубоко, чтобы беречь кислород. Хватит отдыхать, нужно избавиться от наручников. Достаточно сломать себе по одному пальцу на каждой руке, чтобы кисть вылезла из кольца. Не хнычь, Арни! У тебя останется еще по два пальца. Используй ремень или часы и попробуй пробить трещину в крышке. Металлический гроб имеет слабые места по контуру. Да ладно, я прикалываюсь, Арни. Тебе не сломать металл. Над тобой два метра земли, которая давит весом почти в две с половиной тонны. Так что третье погребение станет последним. Арни! Арни! Арни, где ты? Ах, ты ж маленький засранец. Да ты Гудини, Арнольд. Он также пробирался в секретное отделение. А потом через люк в полуметре от земли выползал наружу. Вот только где люк, Арни? Сюрприз! Ты же не думал, что я позволю тебе так просто выбраться? Плыви наверх, Арни, пока бетон не застыл. Только не вздумай вставать. Я заплатил снайперу, который ликвидирует тебя при первой попытке. Есть и пить будешь лежа. Увидимся позже. Арни, ты выспался? Как дела? Что-то не очень. Видно, что появился лишний вес. Вся энергия, полученная из пищи, никуда не расходуется. Но вот пролежние – это плохо. Из-за сильного давления кровь перестает поступать к участкам кожи. Держись, старина! Хорошие новости, Арнольд! Ты близок к рекорду, поставленному советскими учеными. Триста семьдесят дней в кровати! Выглядишь неважно. Каждый день ты терял пять процентов мышечной массы. Плюс ко всему пострадали и твои кости. Из-за малоподвижности костная ткань не наращивается, а старая быстро разрушается. И как ни парадоксально это звучит, но заснуть лежа становится невозможно. Без смены деятельности мозг не понимает, какое время суток сейчас и нужно ли спать. Но в этом есть и свои плюсы. Ты сможешь пересмотреть все любимые сериалы. Оставляю тебя тут. Приятного просмотра! Неужели ты в коме? Глядя на тебя, кажется, что ты умер, но внутри ты все еще жив. В коме ты не способен реагировать на внешние раздражители. Поэтому вполне сойдешь за фаната кей-поп и сможешь годами слушать на повторе одну и ту же песню. Люди могут провести в коме от нескольких дней до десятка лет. Эдуардо Бара в возрасте 16 лет впал в кому и провел в ней 42 года. По словам пациентов, во время комы они ощущали себя некой материей. Блуждали по длинным сырым коридорам, лабиринтам, проходили сквозь сложные механизмы. Степень комы определяют по шкале комы глазго, где 15 баллов — это ясное сознание, а 3 балла — это смерть мозга. Арнольд, они собираются отключить аппарат. Очнись, и я обещаю больше никаких опытов над тобой. Свет в конце туннеля. Давай, Арни, ты сможешь. Что, спасаешь невинные души? Смотри, чтобы ты сам не попал в перекрытие. Фух, вроде обошлось. Или нет? Похоже, вы застряли тут на доме. И придется вам выживать совсем без еды. Представь, что ты Ангус Барбьери. Человек, который больше года ничего не ел. Шокируя врачей, он жил обычной жизнью. Посещая туалет раз в 40 дней. В конце голодания он весил 180 фунтов, сбросив 275 фунтов. После 12 часов голодания ты бледнеешь и слабеешь. А вот толстый человек чувствует себя лучше из-за запасов жировых тканей. В это время появляется головокружение. И неприятный запах изо рта. О, Арнет, тут есть вода. Видишь, Арни, нужно везде искать плюсы. Голодание может служить и благим целям. Ганди голодал три недели в знак протеста против кастовой системы в Индии. Кристиан Бэйл, ранее роли в фильме «The Machinist», похудел на 66 фунтов. А средневековые монахи голодали, чтобы услышать голос Бога. Ставь лайк, если бы не выдержал ни одного дня. Что ж, на четвертый день организм принимает голод как данность. В это время наблюдается резкая потеря веса. И слабость. Организму всегда нужна еда. Поэтому, когда ее нет, ему приходится использовать жировые и мышечные ткани. При этом выделяются кетоны, которые крайне вредны для организма. У человека развиваются головные були и слабость. А в худших случаях появляется рвота с желудочным соком, помутнение сознания и даже смерть. После двух недель ты постоянно чувствуешь холод. В сознании часто помутняется. И ты не понимаешь, что ты делаешь. О, Арнольд, а вот и помощь. Ты можешь попасть в скопление метеоритов, которые могут повредить шаттл. Скорее беги в грузовой отсек. Только он остался невредимым. Мы в закрытом непроветриваемом помещении. Воздуха осталось мало. Так что постарайся его экономить. Возможно, впервые за долгое время тебе действительно повезло. А вот это ты зря. Бобовые культуры содержат много сахарозы, которая не переваривается в нашем желудке. Самыми вредными видами сахарозы, которые приводят к вздутию, являются рафиноза, стокиоза и вербоскоза. Когда они попадают в кишечник, бактерии начинают вырабатывать огромное количество газов. Теперь тебе придется дышать своим же пердежом. Это не так уж и плохо. Дышать своим пердежом. Воздействие сероводородом может предотвратить митохондриальное повреждение клеток. Что дает возможность предупредить развитие таких болезней, как артрит, сердечные заболевания и даже инсульт. Так что дыши глубже. Здоровее будешь. Что ж, я не думал, что ты доживешь. Но ты молодец. Ты на месте. Думаю, самое время сказать, что я приберег для тебя скафандр. Аккуратнее, Арнольд. Скорость ветра на Марсе может достигать 100 метров в секунду. Наконец-то нормальная еда. Открывай быстрее. Давай глянем, что там. Бобы? Опять бобы? Снова бобы? А что это там лежит? Давай-ка прочитаем. Привет, чемпион. Надеюсь, тебе хватит этого запаса полезных и очень питательных бобов, чтобы дождаться следующего корабля. Мы его отправим, когда Марс и Земля будут максимально приближены друг к другу. Это будет через два года. Удачи! Пишешь всякую ерунду чату GPT? Арнольд, из-за тебя искусственный интеллект подумает, что человечество глупее, чем он. А это опасно. Стой, тебе что, неинтересно? Что ответит чат на ту чушь, которую ты написал? Даже Илон Маск боится, что ИИ может уничтожить человечество. А ты его еще и провоцируешь. Похоже, у тебя закончилась туалетная бумага. Думаешь, это самое страшное, что могло случиться? Арнольд, это не ты издал этот звук? Я же говорил! Из-за твоей глупости ИИ уничтожит все человечество! Или не все. Ядерный взрыв разрушит примерно 3000 квадратных километров. Всего на Земле пригодно 362 миллиона квадратных километров. Чтобы уничтожить все, понадобится 128 тысяч боеголовок. Это в 10 раз больше, чем есть в мире. Ну что, Арни, ты готов к ядерной войне? Хорошая новость. Часть человечества выживет. Вопрос только, надолго ли? Консервы — отличный выбор. Ну, последняя банка была лишней. Но как ты думаешь, Арнольд, долго ли ты протянешь без растений? В Шпицбергене построили международный бункер хранилища семян. Там находится более 900 тысяч семян. Но может поместиться до двух миллиардов. Этого хватит, чтобы возродить всю фауну Земли. Ну, или будет что есть долгими зимними ядерными ночами. Хорошо устроился Арнольд. Чипсы, вода, растения, консервы, лекарства. Даже компьютер. Но, кажется, ты забыл главное. Один ядерный взрыв в среднем выбросит в атмосферу 50 тонн пыли. Пыль от взрыва всех ядерных зарядов может закрыть от 50 до 85% неба земного шара. В один прекрасный день, который совсем не предвещал беды, Арнольд был заперт в гипермаркете до конца своих дней. Вы спросите, почему? По кочану. Захотелось мне запереть его в маркете. Здесь можно целыми днями есть конфеты и батончики, гонять по магазину в тележке. В твоем распоряжении товары для отдыха, спорта. Есть одежда и лекарства. В среднем это 120 тысяч единиц продукции, которые обеспечат 50 лет беззаботной жизни. Но на самом деле без электричества. Огромная часть товаров будет испорчена уже на следующий день. При комнатной температуре целая тонна молока, которая есть в магазине, пропадет через 18 часов. Свежая курятина, свинина, говядина испортятся через сутки. Чуть больше продержатся торты и выпечка. 36 часов. Можно делать заготовки, засаливать рыбу, сушить хлеб. Тогда срок хранения увеличивается на годы. Но мы живем одним днем. Да, Арнольд? По истечению недели пропадут овощи и фрукты. И тебе придется перейти на крупы. Вот только их приготовление истощит запас воды, которую ты бы мог пить лет 10, если бы фильтровал ее, пропуская через уголь из садового отдела. А затем очищал серебром. Отныне твоя обычная еда — это консервы. Тушенка может лежать до бесконечности, если не повреждать упаковку. А маринованные огурчики и помидоры будут дополнительным источником воды. Трех тонн консерв, которые лежат в магазине, хватит на 8 лет жизни. А дальше твоим источником еды останутся... Многие вещи можно использовать не по назначению. Например, подтираться можно любой бумагой. Надо только хорошенько помять листочек и использовать, как это делали наши прапрабабушки. А когда даже наличка закончится, ты всегда сможешь воспользоваться картой. Когда ты успел слинять на море? Хорошая попытка. А ради чего весь этот пляжный театр? А, это чтобы привлечь внимание Берты? А, это сработало? Она пригласила тебя к себе? Но хватит ли тебе денег на билет? У меня есть идея. Ты полетишь к Берте с суперэконом-классом. А в дорогу тебе вместо привычного планшета и подушки понадобится еда, вода и биотуалет. Не переживай. Ты не первый, кто так путешествует. Реджи Спирс за трое суток без денег добрался на другой континент и успел на день рождения дочери. Сейчас склады — это целые отдельные города со своими законами и правилами. Вероятность потери посылки снижается к минимуму. На конвейерах работают роботы, поисчитывая специальные штрих-коды, и это снижает риск человеческой ошибки. В 2019 году в Китае был зарегистрирован мировой рекорд по доставке. За один день было доставлено 345 миллионов посылок. Самое страшное, что может случиться с посылкой, ее могут задержать на таможне в порту. Согласен. Испытание для человека, который внутри, не самое простое. Оказаться в замкнутом пространстве под палящим солнцем — сложное испытание. Арнольд осталось совсем чуть-чуть. А если быть точным, 23 дня, 17 часов и 45 минут. Человек в посылке — не самое удивительное. Так перевезли отделение банка, разобрав и отправив его в другой город. И это все было дешевле, чем строить новое. Welcome to Australia, Арнольд! Плюс путешествие посылкой — доставка курьером прямо на место встречи. Берта будет с минуты на минуту. Вау! Вот это красотка! Блестящее появление! Такого она тебя точно не забудет! Испепеляешь муравьев, Арнольд? Чувствуешь себя богом! Ты недооценил противника. Какая ирония! Охотник стал дичью. Арнольд поздравляет и оказался в центре самой грандиозной войны. По масштабам больше, чем все войны человечества вместе взятые. В ней участвуют 10 квадриллионов муравьев. Знаешь такую цифру? А какую знаешь? Ясно! Посмотри, муравьи готовятся к битве. Если бы муравьи стали размером с людей, то у человечества не было бы ни единого шанса. Ведь даже рядовой муравей смог бы поднять 16-этажный дом и бежать с ним со скоростью 55 километров в час. А вот и гости. Беги! Ох, Арнольд, координация в пространстве никогда не была твоей сильной стороной. Хотя, посмотри, ты заставил их бегать по кругу и навел главаря на собственный феромонный след. Если у муравьев такое случается, ты создал муравьеворот. Вожак будет водить свою армию по кругу, пока они все не умрут от истощения. Ты герой для этих парней, Арнольд. Они хотят представить тебя королеве матки. Но что это? О, ты попал на дележку власти. Иногда в муравейнике появляется вторая матка. И тогда обе матки проводят между собой поединок, решая, кому достанется власть. Настоящая демократия. А затем большинство уничтожает меньшинство. Беру слова про демократию назад. Берегись! Арнольд, ты настоящий счастливчик. Тебе удалось пережить даже государственный переворот. Ну что это? Ты пропитался запахом трупов, и теперь муравьям кажется, что ты тоже умер. Поэтому они похоронят тебя заживо. Что ж, твое везение не могло длиться вечно. Арнольд был бесполезным олухом. Знаешь, Арнольд, я решил зайти в морг попрощаться. О, боже! Ты очнулся! Нет, ты воскрес! Похоже, что эликсир, который ты выпил, подействовал, и ты стал бессмертным. Мои поздравления, Арнольд. Теперь ты станешь самым долгоживущим организмом на Земле. Твое тело имеет полную регенерацию. А термин «клеточное старение» для тебя звучит как шутка. Ну что, как используешь бессмертие? Я понял, будешь переходить дорогу на красный, щупать незнакомых девушек за грудь, а также победишь в конкурсе двойников Кенни Маккормика. Какие глупости. У тебя бесконечное количество лет, а ты тратишь его на это. Арнольд, ведь ты можешь изучить все науки, обучиться любым боевым искусствам и даже отправиться изучать и колонизировать новые галактики. Арнольд, может, хватит тратить время впустую? Ладно, возможно, лет через 200 ты посмотришь все сериалы Нетфликса. Я вижу, тебе немного надоело. К тому же твой дом начал ветшать, а ты остаешься молодым. Один из минусов бессмертия. Тебе придется пережить всех своих близких. К тому же мир вокруг стремительно меняется. А вот ты отстанешь в развитии и будешь чувствовать себя лишним в обществе. Все, что было тебе дорого, постепенно будет исчезать. Со временем тебя вообще перестанет что-либо радовать и удивлять. Ведь ты все уже видел. У тебя наступит глубокая депрессия. Извини, друг, но это бесполезно. Прекрати, Арнольд, ты же знаешь, что ты бессмертный. Пошли посмотрим сериал. Арнольд, Арнольд. Ладно, оставлю тебя наедине с собой. Мир поглотила новая эпидемия. У зараженных меняется цвет кожи. Все лицо покрывает ужасная сыпь, непрерывный кашель и выпадают передние зубы. И чтобы не сидеть на изоляции, люди массово вакцинируются, покупая сыворотку на черном рынке. Осознанно подвергая себя риску. Ведь эта вакцина не прошла сертификацию. Но это делается ради того, чтобы как можно скорее вернуться к обычной жизни. Поглядите-ка, кто это? Арнольд, ты что тут забыл? А, у тебя свидание. Круто. Но мог бы найти место поромантичнее, чем это кафе на отшибе города. Вот и она. Вау. Что ты такого ей пообещал, что она пришла к тебе на свидание? О-оу. Откуда здесь столько зомби? Арнольд, кажется, у Сьюзи проблемой. Зомби обыкновенный. Имеет зеленый окрас кожи и жуткий запах. Может показаться, что это обычный геймер, который не ел трое суток. Но нет. У зомби свой рацион. Обычно эти милые создания питаются человеческим мозгом. Поэтому могут быть абсолютно безопасными для таких безмозглых существ, как ты, Арнольд. Кто это? Ничего себе! Да это же Чак, мать его, Моррис! И у него тут целый арсенал. Сейчас он пустит его в ход. Ужас! Это даже для меня жестоко. Ну, очень круто. Господи, как же тут много зомби! Похоже, остался только этот здоровяк. И это ты называешь ударом? Вот это удар! Кажется, свидание отменяется в связи с непредвиденной зомби-атакой. Пора сматываться. Чак, Чак, дави на газ! Фух, кажется, пронесло. О, нет! Гляди, Арник, у вас со Сьюзи все-таки есть что-то общее. Она так же, как и ты, неожиданно теряет пальцы. Кажется, ей становится хуже. Скорее нужно спасти ее! Это тот, кто нам поможет? Кто он вообще такой? Григорий Распутин. Самая загадочная личность 20 века. Ему приписывают гипнотические способности и необычайный дар исцеления. Был личным врачом-ицелителем царя Николая II. Редко мылся. И однажды заявил, что на протяжении полугода не менял нижнего белья. А тут все в лучших традициях русских вечеринок. Водка, балалайка, медведь, танцы до упаду. И вот тот, кто нам нужен, Григорий Распутин. Ну и здоровяк же он. Кажется, наш целитель перепил 40-градусного зелья. Все только и говорят про новую сыворотку. Многие уже испробовали ее действия на себе. Но оказывается, у нее есть побочный эффект. Люди превращаются в зомби. Похоже, этот Распутин настоящий наркоман. Фу ты. Некроман. Он воспользовался ситуацией и изобрел сыворотку, которая уничтожает вирус, но превращает живых в зомби. А мертвых воскрешает. Даже Чак в шоке. Черт побери, как он это делает? Он еще круче, чем в фильме «Техасский рейнджер». Так вот, у кого Ван Дамм брал уроки. Упс. А вот и папочка. Этого здоровяка не просто будет уничтожить. Арнольд, остался только ты. Арнольд, ты настоящий боец. Вспомни все то, чему я научил тебя. А главное помни, нет никакого врага. Самый главный враг это ты. Арнольд, неужели ты? Прощай, Арнольд. Ах, вот оно что. Вот это поворот, я тебя поздравляю. Теперь ты наконец-то женишься. Правда, на зомби. Хотя ты и сам зомби. Какая разница? Ведь любить могут даже зомби. Ты, конечно, жуткий неудачник. Только не говори, что ты собираешься выпить из этого озера. Но не переживай, пиявка, попавшая в кишечник, не успеет навредить тебе. Она быстро растворится в желудке. Но у тебя внутри не одна пиявка. И ты теперь стал лицом социальной программы «Доступное жилье для пиявок». В мире более 500 видов пиявок. Но полезными из них считаются только три. Понадобится 10 минут. 335 пиявок, чтобы высосать из тебя всю кровь. А у тебя их тысяча. На счету каждая секунда. Теперь, чтобы избавиться от пиявок, нужно помыть организм соленой водой. Прости, другой бутылки у меня не было. Выпить воду из того озера — плохая идея, Арнольд. Даже пиявка по сравнению с тобой намного умнее. Ее нейроны использовали для биологического компьютера «Личулятор». Он может складывать простые числа, а ты — нет. Но не спишь и радоваться, Арнольд. Мне кажется, ты привлек внимание очень опасных ребят. Понимаю, в это сложно поверить, но лучше не двигайся, Арнольд. Дай пчелам тебя покусать. Пчелиный яд — это круто. В его составе есть много полезных веществ, которые способны победить даже смертельные болезни. Но в твоем случае ты скорее погибнешь не от укуса тысячи пчел, а от теплового удара. Пчелы, покрыв твое тело, нагреют его до 47 градусов Цельсия. Арнольд, а ты хорош. Действительно, электромагнитные волны от мобильного телефона способны вывести пчелу из строя. Пчела — это навигационная система с кучей датчиков, как в самолете. Надо торопиться, Арнольд. Тебе срочно нужна помощь. Видимо, поэтому при полете просят выключить мобильные телефоны. А если поместить в улей мобильный телефон, работающий на частоте 900 МГц, то все пчелы покинут его в течение 10 минут и больше не вернутся. Итак, победителем в битве пчел против пиявок становится «Никто». Это ничья. В номинации «Слабоумие и отвага» побеждает Арнольд. Пока, Кулема. Откуда у тебя столько денег? Ты что, продал почку? А нет, тебя просто подставили. И ты отправляешься в тюрьму. Здесь есть негласная иерархия. Больше всего здесь уважают грабителей банков и лидеров банд. А вот притворяться крутым тут не стоит. Ну, ты хотя бы заработаешь деньги. Больше всех зарабатывают заключенные в тюрьмах Германии, Швеции и Норвегии. В тюрьме «Холден» ты можешь получать до 1600 долларов в месяц. А в Италии есть тюремный ресторан, в котором работают исключительно злостные мафиози. И повар там получает больше, чем надзиратель. Что ж, Арни, время обдумать план побега. Тебе всего лишь нужно выбраться из камеры, справиться с кучей охраны и найти выход. План надежный, как швейцарские часы. Но лучше поищи другой путь. В Бразилии у тебя больше всего шансов освободиться досрочно. 16 часов на велотренажере сокращают срок на один день. Каждая прочитанная книга еще на 4. Еще ты можешь вязать дизайнерскую одежду. Минус день за каждые 3 дня работы. Еще и зарплату получишь. Арни, это к тебе. Бледно-красная роба значит, что заключенный склонен к побегу. Может, это твой шанс? Давай, Арни, стащи ключи. Ох, кажется, у тебя проблемы. Медицинская страховка заключенного иногда лучше, чем у охранников. До 16 тысяч долларов в год. Тебе повезло с тюрьмой. Из тюрьмы ADX Florence невозможно сбежать. Камера 11 на 6,5 футов. С бронированной дверью и бетонной сантехникой. Душ по таймеру. А окно шириной меньше 4 дюймов. И здесь заключенные проводят по 23 часа в сутки в полной изоляции. Арни, ты спасен! Теперь можно подумать, кто же тебя подставил. Субтитры сделал DimaTorzok ! Продолжение следует...